ТОП 10 САМЫХ ОПАСНЫХ ПОРОД СОБАК Американская ассоциация ветеринарной медицины провела исследование с целью выяснить самые опасные для человека породы собак. За основу были взяты количество случаев смертельных исходов в результате нападений собак разных пород за 20-летний период. Десятое место. Синбернар. Порода собак гигантских размеров, происходящая от рабочих собак из итальянских и швейцарских Альп, которые первоначально разводили как спасателей. Одна из самых сильных пород собак Синбернар по кличке Рейтис Брэнди Бёрр перевез во время соревнований в полоске 2905 килограмм. Именно силы и размеры Синбернара делают эту породу при неумелом вращении одной из самых опасных пород. Девятое место. Немецкий док. Самая высокорослая порода собак в мире, выведенная для охоты. Рекордсменом данной породы является исполинский немецкий док из Мичигана по кличке Зевс, высота которого составляет 112 сантиметров. А стоя на задних лапах, он достигает 2 метра 20 сантиметров в высоту. Вес великана равняется 71 килограмму. Другой немецкий док стал самой сильной собакой в истории, сдвинув груз в 3428,5 килограмм. Все, что было сказано о силе и размере Синбернаров, применимо и к немецкому доку. А то, что собака является охотничьей, лишь добавляет ей скрытной опасности. Восьмое место. Чаучау. Одна из самых древних пород собак в мире. Согласно проведенным исследованиям, относится она к первым примитивным собачьим породам, эволюционировавшим от волков. Именно генетическая близость к волкам объясняет, почему эта милость виду собака может быть очень опасной. При недостатке физических упражнений, так как Чаучау они жизненно необходимы, ведь эта порода выведена для охраны, охоты, оленеводства и в качестве ездовых собак. И попросту от скуки Чаучау может напасть на человека. Поэтому тем, у кого есть дети, следует задуматься, прежде чем покупать собаку этой породы. Кстати, одну из самых дорогих пород в мире. Седьмое место. Доберман. Присутствие этой служебной породы собак, часто использующейся в полиции, не должно удивлять. Она попала в список агрессивных пород собак, так как умеренная злобность – непременное качество доберманов. Шестое место. Аляскинский маламут. Выведенная на Аляске путем скрещивания крупных пород диких волков и ездовых собак, предназначенная для работы в выпряжке – одна из древнейших пород собак. Генетическая близость к волкам, большая физическая сила, потребность постоянной физической активности делают эту породу небезопасной для людей при неправильном обращении и образе жизни. На этом фото вы видите Аляскинского маламута по кличке Рейдер, являющийся чемпионом по тяге груза. Его личный рекорд – 2072,5 килограмма. Пятое место. Гибрид волка и собаки, называемый в США «Вольфдор», а в России «Волкособ». Опасность этой непризнанной на международном уровне породы для человека объясняется в первую очередь их волчьим нравом и сильным охотничьим инстинктом. При этом волкособы все-таки ближе к собакам, чем к диким волкам. Они управляемы человеком, а их достоинствами являются намного более развитое чутье, интеллект и выносливость, чем у обычных собак. Четвертое место. Сибирские хаски. Исследовав ДНК сибирских хаск, ученые причислили их к числу 14 древнейших пород собак, чей генотип меньше всего отличается от дикого волка. Порода была выведена в незапамятные времена чукчами. Этому полукочевому народу нужна была собака, способная быстро передвигаться на большие расстояния, чтобы перевозить груз от мест промысловой охоты, постоянным переселением и обратно. Сибирские хаски при правильном содержании, подразумевающим постоянную физическую активность, очень дружелюбны к людям, так как изначально они содержались непосредственно в жилищах. Но если запереть хаски в четырех стенах, то ее потребность активности выплеснется в агрессию. Третье место. Немецкая овчарка. Эта сторожевая порода собак, часто использующаяся полицейскими пограничниками, также не должна вызывать удивления своим попаданием в данный список. Второе место. Ротвеллер. Служебная порода собак, склонная к вспышкам агрессии. Как и немецкая овчарка, используется в полиции и при охране границы. При этом ротвеллер тяжелее и опаснее, чем немецкая овчарка. По статистике, в США от нападений ротвеллера погибает два человека каждый год. Первое место. Американский питбультерьер. Эта бойцовская порода является символом собачьей агрессии. От нападений питбультерьеров за 20 лет погибли 60 человек только в США. После запрета собачьих боев в Америке размножение питбулей тоже одно время было под запретом. Их агрессивность успешно используется в полиции, как американской, так и российской. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok